В текущем году выполняется ремонт на 54 дворовых территориях, объем финансирования 123 миллиона рублей. Уже в марте мы приступили к началу подготовительных работ. Начинаем в тех дворах, где необходимо менять сети. Сегодня уже водоканал, здесь меняют на 89 свои сети. Соответственно, по всем дворам у нас есть тоже разработанные программы, где мы это меняем. И наша задача до начала ремонта заменить сети. Либо есть такие дворы, где мы синхронизируем работы, чтобы раскопать дворы на раз и выполнить эти работы. В основном это электрика, вода, канализация. Там, где необходимо Газпром Теплоэнерго представил свои тоже карты диагностики, там тоже эти сети будут меняться. В редких случаях это сети Ростелекома, сети связи. Основные это вода, электрика в старых районах города. По адресу Осинска 7,9 мы проводим в текущем месяце марте работы по замене 200 метров погонных участков водопровода. В целом мы на сегодняшнюю дату выполнили из 21 двора уже 10 дворов, включая Осинскую. То есть 50% выполнения плана намеченных работ у нас выполнено. До середины июня мы заканчиваем все оставшиеся дворы. Общая протяженность по метражу это 1 километр, 112 метров будет заменена всех так называемых коммуникаций. Материал применяемый это полиэтилен, так называемый высокой плотности марки 100. Это гарантирующее 50 лет эксплуатации, но я надеюсь, что даже это будет выше. И самое прекрасное в том состоит, что и по воде меняется водовод, во-первых он вовремя, то есть погода позволяет нам в этом году действительно произвести работу эти заранее. Ну и с другой стороны для водоснабжения данных домов, конечно, будет действительно улучшение. Трубопроводы сами представляете, если лежат уже там 70-х годов, то действительно и отложения на трубах есть, и запоры, и перебои с водой есть. Особо здесь проблем таких, конечно, катастрофических каких-то нет по воде, но с другой стороны, когда перекладываются водоводы и перекладываются перед программой, и не после того, то есть это, конечно, радует. А здесь будет асфальтовое покрытие полностью, бордюрный камень заменен, и сделано расширение под парковку автомобилей. Проекты есть у нас. Как раз время позволяет нам потом выполнить все субботники, благоустройство, убрать территории, привести их в порядок своевременно. То есть и после асфальтирования данных территорий будем, наверное, уверены в том, что многие-многие годы не придется перекапывать эту территорию.